Я вот знаешь, что сейчас вот боюсь, блядь. Как бы они, это ты, америкосы, не догадались, блядь, не собрали бы этих опять всех вояк-то. Сталлоне, блядь, Арнольда, нахуй. Это здесь, когда они вместе этого орешка крепкого, блядь, кого там еще, нахуй, ебаный, вот, если их сейчас вот они додумаются собрать, то нам точно, пизда, нахуй. Алло. О, да, здрасте, здрасте, кто это? Здравствуйте. Ало, инфокация, появи его деньги. Алло. Да, да, слушаю. А с кем я общаюсь? Не знаю, вы кому-то звонили, что ли? Кто вам нужен? Дарью Александровну пригласить телефон. Кого позвать? Дарью Александровну. Вот так вот взять и позвать, но если она не желает с вами разговаривать. Как вас зовут? Вы несчастные такие. Когда, мне кажется, вот это чувство отчаяния, когда он сбрасывает беспомощность, вот это вот осознанное. Здравствуйте, инспектор Ковалев Павел Сергеевич, компания Эверест. Разговор записывается. Дарью, дарью, дарью. Дарью Андрею Владимировну. Знакомы вам? Как зовут вас, инспектор? Я его слышал. Ковалев Павел Сергеевич. Ковалев. Так, сейчас, подождите. У меня тут стиральная машинка что-то мне воду пропускает. А что она мне воду пропускает? А, вот, нашел почему. А, все. Ковалев, Ковалев из Эверест. Знакома нам или нет? Да, знакома, знакома, конечно. Номер телефона нашей компании смогли бы ей передать? Да кто его не знает? Наша компания номер телефона. Что за хохман? Видимо, Александра Владимировна не знает. Да знает лучше, чем многие. И не только она. Ну, так если не знает. Ковалев, слушай, ну, блядь, ну, ты что вот, блин? Не слушай, а слушай те. Да ну нахуй. А что ты будешь делать тем, что... Да, 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 да. На вы тебе, да, надо? Выхухоль, блядь. Да, ко мне на вы обращайтесь. Выхухоль пойдет. Уважение заслужить надо. Не думал над этим. Так я его заслужил, этого уважения. Когда, в каком месте, блядь? Как только принял решение пойти в компанию Эверест, блядь? Это вас уже не касается. А, ну, у вас же своя градация там. Вы, блядь, уважение себе сами придумываете, да? Вы настраивайтесь на разговор. О, сука, вот, вот это сколько ты таким образом людей на место поставил, красавчик, блядь. Очередной раз я, блядь, тут слился. Алло. Алло. Да, да, да. Кто это? Кирилл Владимирович, да? Вы кто? Вы, Кирилл Владимирович. А вы кто, бля? Такой. Я-то вам представлюсь. Ну, давай, 3-4, поехали. Компания била деньги, Господь, я в надел. Не перебивайте, когда он представляется. О, ты. Завод на рискирую фамилии. Как зовут? Что-то последние слова проглотил. Стесняешься имени своего? Вот видите, вот видите, вы перебиваете и не слышите. Патя, я вам сказал, зачем вы перебиваете? А, ну, еще раз давай попробуй. Я уже попробовал, вы не услышали. Не услышал, давай еще раз попробуй. Имя ты свое проживал. Кирилл Владимирович Эмиль. Эмиль, Алис. А, кто ты еще? Что за привычность такая перебивать сегодня? Да, блядь, людей они перебивают, и чего? А себе-то решил-то тут вазомнел. Кем ты сюда вазомнел? Эмилька, эмилька, блядь. Да что ты мне это слышишь? Что ты не понимаешь, как к вам относятся, блядь, к таким, как ты? Все ты понимаешь. Скажи. Что сказали? Да, бля, все зависит от того, что ты скажешь. Ну, не знаю. Вы говорите невнятно и неконструктивно. Неконструктивно, да? Я даже ничего не понял, что сказать. Так ты испугался, Кулиган. Ты уши от страха задолжен. Я не понял, кто вы. Ну да, я это, и что? Как-то, знаете, испугаться от человека, который не мог с первого раза потереть свою память. Действительно, я тоже считаю, что нет смысла, ты что-то испугался, блядь. Что с тобой просим? Кого принято, а вас? Ну, нет. Меня в том-то и дело, не надо пугаться, а ты взял должника компании, который должен... Действительно, ну вот что ты испугался? Такие простые вещи ты взял и напугался. Какого-то должника, блядь? Кого? Ну вот именно, представляете. Кого проблема? У вас. У меня? Нет, ну, проблем. Что ты взял, что у меня проблема? Расскажи, пожалуйста. Если у вас все было бы хорошо, вы платили бы... Что ты, дурак, что ли? Кто вам такую хуйню от этого уха вкручивает, блядь, что вы думаете, что человек себя хорошо чувствует при одном простом условии, если он что-то кому-то платит? Ну что вы, блядь, это самое там... Если тебя хорошо чувствуют, либо если вы себя в финансовом положении хорошо чувствовали, либо вы у нас не оформляли бы 10 или 11 тысяч. Ну откуда ты знаешь, блядь? Может, я ради прикола это сделал, блядь? Чтобы поглумиться. Так уже многие делают. Это же не секрет. Нормально? Чего? Спросил ты. На что ты надеешься? Нормально у вас? А, ты надеешься, что нормально ли у него все или нормально? Почему он меня не боится? Потому что... Почему он со мной, блядь, не разговаривает так, как я хочу, чтобы он со мной разговаривал, да? Потому что... Он же должен со мной, блядь, разговаривать, блядь, дрожащим голосом, блядь. Он же должник целый, блядь. Он же не должен думать то, что он говорит. А можно вопрос? Можно вопрос? Но только ответь честно. Ага. У вас на листочке написано, вы с листочкой читаете? Ты уже звонил, спрашивал, задавал мне такие вопросы, я тебе на них отвечал. Нахуя мне на листочке что-то писать, если я и так в формате импровизации, таких как ты, блядь, просто беру, блядь, ей вот, как говорят, блядь, по 15 человек фуфайкой на водопой гонял в свое время, блядь. Нахуя мне по листочку, блядь, если мне и так вот, знаешь, душа поет, когда я говорю такие вещи в адрес таких, блядь, дурачков, как ты. По листочку. Ты по себе не суди, нахуй, что ты привык всю дорогу, блядь, по скрипту хуячить, блядь, в этой жизни, блядь. Так ты, блядь, думаешь, что мы, блядь, должны, блядь, как-то под... Блядь, тоже по скрипту себя вести. С тобой все понятно, ты, блядь, черт по жизни, петух по гороскопу, блядь. Мами на счастье, неудачник. Подставка, булавка, козявка. Пошли дальше. Нахуя мне, блядь, листочки какие-то, блядь. Если бы я на листочек записал, ты бы охуел. Ты бы, блядь, сейчас бы... Тут пиздец бы, нахуй... Заебался бы сглатывать. Думаешь, что все так просто, да, блядь? А тут, блядь, нихуя себе меня не бояться, да? Типа, хуяк. Думал, блядь, уебаный, блядь, сейчас я тут, блядь, бабок заработаю. А тут радиомаяк, да, блядь? Че ты там задышал? Как сказали? Сука, как мы часто это слышим? Все сказали. Ну, давайте, соберитесь, сделайте какое-то, соберитесь, блядь, там у вас альянс какой-то этих, блядь, Коломаса, ПКМ. Наймите креативного какого-нибудь, блядь, автора, стендапера какого-нибудь дешевенького, блядь. Есть такие ребята, которые... Он вам скрипт, сука, напишет, блядь, покреативнее. Вот это вот, все сказал, блядь, это же пиздец, это уже до такой степени. Смотри на твое, все сказал, сколько можно, блядь, еще добавить, блядь. Вот это что-то с нами поругались, зачем? Что-то новое, красавчик, красавчик, блядь, это точно тебе стендапер. Если ты по скрипту новому, то вас наебали, это смешно звучит. Вы хотите, чтобы мы с вами поругались? А что, по-твоему, с вами делают люди всю дорогу? Смысл с вами терпилами ругаться, блядь? Ругаться можно с достойным противником или с оппонентом, с человеком, который действительно может что-то в ответ противопоставить. С тобой хуила терпила, что ругаться-то, блядь? Нахуй послал и все на этом, блядь. А ты пошел. Скажите, вы меня уже обижаете. А ты обиженная по жизни? Нихуя так сказать, вы меня обижаете, блядь. Люди, кто в курсе, напишите, что так нельзя говорить мужику. Вот если бы в каком-нибудь месте, в каком-нибудь месте или бы в какое-то время, а там, я не знаю, 90-е, ты бы так сказала, то это пиздец бы. Вы меня обижаете. Обиженная, блядь, по жизни существо, блядь. Да нахуй я с обиженным буду разговаривать. Голова говяжья, вообще. Хоть как-то, хоть о чем-то, блядь. А вы мужчина, 45 лет. Ну? Жизнь это повидал, блядь, в отличие от тебя, блядь, обиженный, блядь. Так сказать, вы меня обижаете, блядь. Ёбан. Блядь, тебе тот и откуда взялось, блядь. Тебе что, никто никогда не говорил, что мужик не имеет права так говорить, блядь? Потому что обиженный в жопе ему. Ну, блядь. После того, как ему исполнилось хотя бы лет 12-13, это уже тогда будет очень стрёмно. Это мне интересно, что вы еще скажете. Все зависит от того, что ты еще скажешь. Накидывай. Так продолжайте, я вас слушаю, внимательно, я вас даже не перебиваю. Сильно тебе плохо, обиженный? Тебе сильно плохо? Поехать. От обиды. Обиженный, блядь. Ёбан, ёбан. Фуфел ты, блядь, просто фуфел. Пусть ответит, фуфел. И жизнь твоя, как у фуфломета. Фуфлыжник, блядь, обычный фуфлыжник, блядь. Ни бабы, ни друзей. Естественно, детей, уж откуда им взяться. Ни принципов жизненных, а лишь обиды на жизнь. Поэтому у тебя бы не вырвалось, обижайте. Потому что ты так говоришь, потому что тебя всю дорогу обижают. И ты и есть обиженный, блядь. У вас есть? Что ты спрашиваешь, у меня есть? Вы перечислили, у вас имеется, да? Кто? Я вижу, вы человек женатый. Наверное, и дети есть. И принципы. Поэтому весь в долгах. Поэтому... А чего ты взял, что я весь в долгах? Вот чего ты взял, что я весь в долгах? Поэтому мы на ремонт не смогли заработать 11 тысяч рублей. Почему ты думаешь, что я должен зарабатывать именно на это? Которому 45 лет не может заработать 11 тысяч рублей. Чего ты взял? У меня есть... Ты сам сказал, предположил и верно предположил, что у меня есть семья, дети. И мне есть для кого зарабатывать. А прежде чем так смело вести... А что, я же правильно предположил. Ну, раз он перестал что-то даже как-то в этом смысле в противовес ставить. У него действительно не друзей, не жены. Естественно, не детей и не принципов. Эмилька, ну ты же на ютюбе звезда та еще, Эмилька, да? Так что, ну что, я вам могу сказать. Ты, я тебя спросил, на ютюбе звездный же, да? Тебя же много раз выкладывали на ютюбе. Я просто слышал много раз. Я тут на многих каналах обитаю. Ну вот, вы слышите сегодня, я посмотрю. Что ты посмотришь? Что ты посмотришь? А я-то что? Я ничего не выкладываю. Я тебе объясняю. Ты еще испугался, со страху перестал соображать. Я тебе говорю, что я смотрю. Я на подобных каналах, о которых ты подумал, часто бываю, слушаю. Поэтому, ну, не знаю, Кирилл Владимирович или кто. Я вам пожелаю хорошего дня. Да ты всегда так, блядь, сливаешься. Это же, блядь, пиздец. Это же твой, по-твоему, принцип. Так и надо, да, блядь. Типа тебя не колыхнуло, да? Мое очко, моя... Мое очко, мое дело, да? Моя гордость, блядь. И то, что туда, блядь, со свистом ведра пролетают в твое очко, блядь. Это уже, собственно говоря, и есть твоя заслуга, блядь. Все нормально. Хоре порнуху смотреть. Попробуй с девочкой познакомиться. Только не с ПКМ. Не с представителем Коломасы. С нормальной девочкой попробуй познакомиться. Я вам советую, как взрослый мужчина, зарабатывать тогда. До свидания. Не нервничай. Давай ты сделаешь то, что я тебе советую, а я так уж и быть подумаю над твоими словами. Окей? Зарабатывающий, блядь. Точно, блядь. Ущербная личность, никчемная, одинокая, несчастная. Ну и естественно, не способная к каким-то решительным действиям в своей жизни. Ну терпила, что. Алло. Да-да-да, слушаю вас. Здравствуйте, Иван Владимирович. Звонок вам из Совкомбанка поступает. Ну, так что. Меня зовут Данилов Олег Сергеевич. И звоню я вот Ивану Владимировичу. Дари, дари, да? Вы мне звоните, да. Это вы, хорошо. Я специалист отдела диссидент взыскания Совкомбанка. Вот звоню вам именно по поводу вашего договора. Это крит на карту. Подзолок автомобиля. Где у вас сумма просроченной задолженность 37 500 рублей. И срок просроченной задолженности здесь у вас 85 день уже идет. Слушайте, да все, давайте, я уже говорил. Все, забирайте. Там автомобиль в залоговом, в реестре в залоговом. Забирайте, да и все. Если получится. Ну, а почему как-то не пытайся свою ситуацию сами решить? Да машина дешевле стоит, чем вот этот процесс решения, как его называют. Что непонятно? Есть залог, вы на этом сосредоточили, как говорится, акцент поставили. Ну, все, я понимаю, залоговое имущество. Пользуйтесь инструментами, вам предоставленными законом. Ну, а почему сами как-то не хотите все решить? Да потому что мне дешевле так. В добровольном порядке можно же это сделать все? Так это есть в добровольном порядке, мне так дешевле. Чего? Мне это дешевле. Вы согласились, что мой автомобиль будет обеспечивать этот кредит? Я все, я не обслуживаю, забирайте залоговое имущество, да и все. Что делов-то, блин? Вы в добровольном порядке не готовы, да, решать ситуацию? Да не хочу, конечно, смысл мне переплачивать. Там эти аппетиты... Ну, здесь там пока начнется штрафы и неустойки. Ну, это же через суд, вы же так машину не заберете, все в суде, все через суд. Штрафы, естественно, через суд. Ну, докажете в суде, что эти штрафы уместны. Да ради бога, по определению, все, заберете машину, да и все. Не хватит, ну... Так вы не оплачиваетесь. Это поэтому и не оплачиваете. Так вы не оплачиваете здесь, 85 дней уже у вас. Ну, а что непонятно, я же мне первый раз говорю, что ли, забирайте машину. А вы сейчас где работаете вообще? Я тебя это ебать не должна. Какая разница вам? Да, большая разница. В чем? О, Мавр также, коммерческий директор вы. Что это меняет? Вы мне скажите, где вы сейчас работаете? Ну, там и работаю, ну, хорошо. Ну, вот это вот знание, да. Вот я подтверждаю, что ничего не изменилось в моих анкетных данных. Что дальше? Все хорошо. Номер телефона дополнительно имеется? Я же сказал, на русском языке произнес. Про профессиональную фразу, что в анкетных данных ничего не изменилось. Хорошо, я вас понял. Так же будут отшляться выездные мероприятия по поводу ваших. Не будет ничего. Вот я всегда говорю, пожалуйста, приедьте, хочется увидеть хоть одного. Зачем говорить то, что никогда не произойдет? Нет проблем. Да ничего не произойдет. Вот вас ждут уже полстраны, вас ждет с этими выездными мероприятиями. У вас здесь и так уже расчет назначен. Ожидаетесь от вины. А что это такое, расчет назначен? Что это такое вообще? Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Сами-то понимаете, что это вообще? Что вот эта фраза, какую нагрузку она в себе идет? Смысловую. У вас расчет назначен. Ешь бы сказать что-нибудь. Алло. А, да-да-да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Да-да, слушаю вас. Что значит? Это? Здравствуйте, говорю. Я не знаю, что вы там поставили камеру, записываете. Очень жаль, что вы не готовы будете передать информацию Викторию Ренадову и Смайлову. Цель, чтобы вы это поняли, как можно дать больше и чаще. Без монолога. Без монолога. То есть монолог только у тебя, да? Всего доброго. Всего доброго. Давай. До свидания. Узнают. Радость, счастье. Да похер вообще. Никаких эмоций. Больше нравится, когда не узнают. А вам, друзья? Я понимаю, руки потираете многие, когда не узнают. Здравствуйте. Александр Васильевич. Здравствуйте. Я сборник Илья Алексеевич. Я делаю в искане банка Тинькофф. Зов по поводу не вполне условий ДПУров и перейти на карте. Средственно-кратными нарушениями срока плата требования банка погасить общую сумму долга сегодня. Ваши случаи это 43 400 рублей. Сумма некончательная. Подготовьте карту. Сейчас мы сделаем перевод с карты на карту в режиме онлайн. Алло. Подготовили карту? Алло. Подготовили карту? Вы сейчас с кем разговариваете? Со мной? Или такое ощущение, что вы что-то сами зачитываете какую-то там страничку? С Александром Васильевичем. Так вы не разговариваете? Вы такое ощущение, что вы что-то там прочитали? Сами, наверное, не поняли до конца, что прочитали-то. Александр Васильевич, у вас задолженность по критной карте тюрьмов. Давайте уже. Нормально как-то говорите, как человек. А то мне... Я не понял. Я вообще сейчас подумал, что какой-то автоинформатор что-то проговорил. Сейчас стоит вопрос о передаче вашего дела на принудительное взыскание. Куда передача? Не понял. Кому конкретно? Куда, что передает? Сейчас стоит вопрос о передаче вашего дела на принудительное... Какого дела? Понимаете, как теперь идет речь? Не понимаю. Вашего кредитного дела? Во-первых, какого дела? Во-вторых, допустим, какого-то кредитного дела. Следующий вопрос. На основании чего сформировано условно какое-то дело? Ну и самый главный вопрос. Что за передача? Что за процесс? От кого к кому все переходит? Александр Васильевич, у вас задолженность по кредитной карте? Так. Допустим. Ну? Желетное время и исполняйте обязательства. А что? Кому? Чего? Какое дело? Кому переходит? Вот этот процесс мне интересен. Вам правило обратиться в суд либо в коллекторское агентство. Так. Я знаю. Это нормальная история. Не первый день на белом свете живу. В общем, с коллекторскими агентствами все очень просто. Это только приветствуется. Ну а суд это законные, скажем так, инструменты, предоставленные банку. А в чем? Я не могу понять. Где-то надо мне напрячься, испугаться, в конце концов задуматься. Я это все понимаю. Надо оплатить задолженность. Так что надо сделать? Я не пойму. Так надо было с этого начать. Алло, как вас зовут, юноша? Или кто вы там? Мужчина там, блядь? Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич. Ну, блядь, уже же не молодой, да? Судя, сколько вам там лет? Судя по голосу, далеко за 30, да? До 27 сентября по сути 43 тысячи 400 рублей. Лет вам сколько? Скажите, если не секрет, если вы не женщина и не стесняетесь своего возраста. Банк Тиньков не предоставляет данную информацию сотрудникам. При чем здесь банк Тиньков, сотрудники? Мы же с вами разговариваем, как говорится, в частном порядке. Вы с сотового телефона звоните, доказать, что с банка у вас возможностей нет. Я к вам как к мужику, в гипотезе, как к мужику обращаюсь. Сколько вам лет? В соответствии со статьей 7, генерального закона 230, банку разрешайте использовать только абонентские номера, выделенные на незаключенном законе. Я знаю, я весь 230 закон чуть ли не наизусть знаю. А зачем мне информация вот эта вот? Она вообще какое отношение имеет к тому, что я по-мужски просто предположил, что вы не мужчина? Ну, растесняйтесь. Так что, почему, господин Андрей, незаконно в области телефонных номеров? Да я не говорил, что незаконно, я просто вижу, что сотовый номер телефона. И все, я просто об этом сказал. Я сказал, не звони мне с этого номера, что ли? Я вас услышал. До 28 сентября по сути 43 тысячи. Что тебе сколько, дядя? Банк Тинькофф не предоставляет информацию. Да, Банк Тинькофф не предоставляет, а ты что не представляешь? Что с тобой такое случилось, что ты, блядь, обламываешься своего возраста? А я скажу тебе. Ты до своего возраста ничего в этой жизни не смог сделать. Ни с собой, ни со своей, собственно, жизнью. И тебе, естественно, очень стремно сообщать об этом кому-то. Но тебе не стремно звонить, как последняя проститутка, читать по скрипту, понимая, что тебя легко могут спутать с машинкой, блядь. Это тебе не стремно. Потому что у вас задолженность. Да, потому что у меня задолженность, как бы там ни было. Но сейчас речь идет о твоих мужских началах. Мы обсуждаем вашу задолженность. Нет, мы не обсуждаем ее. Ты не заметил? Мы обсуждать пытаемся тебя, твое отношение к жизни. Мы пытаемся понять, что двигает человека, особью с первичными мужскими половыми признаками, перед тем, как он примет решение пойти сюда. Но этот вопрос риторический. Давайте ближе к делу. Ближе. Уже очень близко. Риторический – это вопрос, не требующий ответа. Потому что ответ на него очевиден. А двигает тобой твоя бесполезность, в первую очередь, к самому себе ощущение, как к никчемному существу. Ты простой неудачник. Не способный ничего изменить в своей жизни. Думающий так. Хотя любой человек в любом статусе, даже в таком, как ты, вопущено, может, если захочет что-то изменить, но до такой степени слабый, что ты даже боишься захотеть что-то изменить. И ничего умнее не придумал, как вот пойти вот на эту работу. Сколько бы ты там не проработал. Я еще понимаю, когда по голосу слышно, пигалица молодая, дурная, неопытная, или там полуподросток, там юноша какой-то, тоже не сообразивший. Ну ты там, блин. Видно, слышно же по голосу, что тебе не 20 лет и даже не 25. Вы что сказали? В таких случаях я говорю простую фразу. Все зависит от того, что ты будешь говорить. Что у вас прошло 3 месяца назад? Почему изначально допустили просрочку? Ничего не произошло. Просто в какой-то степени, в каком-то сегменте своей жизни кое-что сообразил. С чем связана неоплата? Вот с тем и связана. С прозрением неким. Основная причина? Прозрение, понимание, осознание, что я ничего никому не должен. На каком основании есть? На основании собственных непростых выводов. Потому что они сделаны мной на фоне изучения общедоступной информации. И я не боялся взять, собраться с мыслями и кое-что изучить, посмотреть, ознакомиться. А ты, мой дурачок, боишься даже подумать о том, что вдруг в какой-то гипотезе невероятной ты начнешь разбираться. И вдруг тебе придется признать, что ты очень позорной деятельностью занимаешься. Недопустимой ни для мужика, ни для женщины в нашем обществе. Так или иначе, несмотря на то, что вы этим занимаетесь, ПКМ вымирает. Вашим работодателям все сложнее и сложнее таких, как ты, находить. Терпил. А ты терпила. Ты просто терпила. Терпила, не способный в этой жизни ничего. Диалог у нас не получится, и проблема не будет, и сейчас я буду разжать в похожем контексте. У тебя не получится. У тебя ничего в этой жизни, заметь, не получится. Не получалось, не получается и не получится. Пока ты сам не поймешь это, самокритично не отнесешься к ситуации, сам себе не начнешь задавать вопросы, почему ты здесь и утверждаешь такие очевидные вещи, что у тебя ничего не получится. А тебе как раз... Но перед ним другой день, я с вами прощаюсь, всего доброго. А тебе ничего не остается, у тебя не получилось, как ты и хотел. Что ты ждешь от жизни, она тебе это и дает, потому что ты терпила. Ты не воспринимаешь уроки жизни, ты злишься на жизнь. Ты считаешь, что тебя кто-то за что-то наказывает. Ты забыл, что существует в этом мире слово ответственность. Не вина. Не надо себя винить. Надо принимать уроки от жизни ответственно. Ответственность от слова ответ. Ответ за что-то. Ответ на что-то. Ответственность. Вот это нормально. А вот вина это слово фатальное. И они, находясь на этом месте, чувствуют за что-то вину и боятся в этом признаться всем и самое главное себе. А вот если бы они переформатировали этот термин из вины в ответственность, то это в какой-то степени дало бы толчок определенный для изменения отношения к ситуации. Вина подразумевает желание изменить все, что вокруг вас происходит. Обвинить кого-то в ваших проблемах. А ответственность дает возможность, толчок, стимул к одной простой вещи. Нужно не пытаться изменить то, что вокруг вас происходит. Не пытаться повлиять на то, что с вами происходит. Нужно в первую очередь и в единственном экземпляре, что называется, изменить отношение к тому, что вокруг вас с вами происходит. Это и есть ответственность взять на себя. У меня все, друзья. С вами был Дмитрий Кузнецов, Центр юридической защиты, компания «АЛЯН». Я желаю, друзья, вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. Мы очень скоро с вами увидимся. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»